Меня зовут Белявская Вера. Меня зовут Мульский Сергей. Фадеев Константин. Александра Бауэр, раньше Щепеткова. Привет, меня зовут Рома Шульман. Стульев Евгений. Меня зовут Ройс Катя. Меня зовут Богданович Маша. Они не Руси. Я из Санкт-Петербурга. Я из Беларуси, город Минск. Я из города Днепропетровска, Украина. Я из Узбекистана. Я из Томска, Россия. Ташкент, Узбекистан, малая родина. Я из Украины, из города Полтава. Я из Украины, из Запорожья. Я ездил в Днепропетровске. Проходило собрание от Сахнута. И там я познакомился с Николаем Батратским, который был на предыдущей программе. И мы с ним пообщались. И он мне посоветовал вот эту программу. Я начал узнавать подробнее, связался с Инной. И решил сюда поехать. И, в принципе, не жалею. Я узнала о программе Маса Ариэль от своего брата, который живет в Израиле и учился в Ариэльском университете. Реклама ВКонтакте. Я узнал от друзей в Израильском культурном центре и от товарищей в Еврейском культурном центре Гилель. О программе Маса Ариэль я узнал из местного ИКЦ. В интернете. А также я была три года назад на Таглите. И нам рассказывали там немного о Масе вообще. Я узнала о Масе Ариэль и уже искала информацию сама. Одно время я ходил в ИКЦ, посещал ИКЦ, разные мероприятия. И там именно я и узнал, что существует программа Маса и выбрал именно Ариэль. Я узнала о программе Маса Ариэль на Таглите в 2013 году. Я участница программы Маса 12 и 13. Я была на 12 и 13 Масе. Участник программы Маса 14. 12 и 13 Маса. Маса 13 и Маса 14 сейчас. Я участник двух программ Маса, это 12 и 13. Участник программы 8-9, программы Маса Ариэль. Изменения произошли и достаточно много. Сейчас, немножко оглядываясь назад, я вспоминаю, что в моей жизни не было столько позитива, сколько есть сейчас. И появилась какая-то перспектива и надежда на будущее, которая меня, конечно же, радует. И если, как говорится, в стране исхода свое будущее было достаточно, я видел достаточно ясно и предельно, то сейчас я понимаю, что передо мной куча новых возможностей, которые я хочу использовать. Моя жизнь однозначно поменялась в хорошую сторону. Я считаю, что в этом большая заслуга Израиля и программы в том числе. Кардинально поменялась в хорошую сторону. Именно на этой программе я определился со своим выбором будущего. Именно на этой программе я обрел себе огромное количество новых друзей и продолжаю это делать. Именно на этой программе я начал меняться. Поменялась в очень хорошую сторону. Здесь есть большое пространство для творчества. И, наконец-то, я занимаюсь тем, что я люблю. Моя жизнь изменилась в хорошую сторону. В ней появились новые интересные люди, открылись новые возможности, новые дороги, новые идеи. Стало еще больше счастья, добра, улыбок и любви. Я учусь новому, много думаю о своей жизни. И учусь лучше формулировать свои желания. И понимать, что я хочу получить в итоге. На самом деле, я не могу ответить на это однозначно, потому что я только репатриировался, и сложно пока что что-то сказать. Но в любом случае как-то не ментальность, но мировоззрение в любом случае поменялось, потому что как бы из одной страны переехать в другую, поучаствовать в жизни другой страны, это совершенно другое. Я считаю то, что, ну, может быть, даже и в лучшую поменялось. За время программы МОСА моя жизнь улучшилась, потому что я здесь теперь, я в роли репатрианта и ничуть не жалею об этом. Сейчас я учусь в Альбане. После того, как я закончил Альбан, я планирую дальше заниматься своим эвритом. И в будущем, возможно, я пойду учиться на какую-нибудь серьезную профессию. И буду очень крутой. Жить, как и все, жить, наслаждаться жизнью. И надеюсь на то, что осуществлю свои планы, которые, ну, сейчас как бы не хочется озвучивать, но их много и достаточно они серьезные. После программы, после первой программы я поехал абсолютно осознанно и определенно на вторую программу, о чем ни капельки не пожалел. Потом репатриировался. А через некоторое время после репатриации я опять вернулся на программу Маса Ариэль уже в ранге Мадриха. Здесь по сей день я работаю. Планирую работать в стезе по той специальности, которую я закончил на Масе. После первой программы я неизбежно приехала на вторую программу, хотя я сопротивлялась как могла. А после второй программы я репатриировалась, и сейчас я учусь в Альбане. А потом, а потом, не знаю. Два месяца назад я репатриировалась, и буквально через месяц я поступаю дальше учиться и развиваться. Сейчас я переехал в кибуц Ромат Юханан, он находится на севере, возле Хайфы. Там я прохожу Ульпан, учусь в Ульпане, и будет он длиться у меня до февраля месяца. Вернусь домой и буду думать, как жить дальше. Шанс, который тебе дают и которым тебе нужно всего лишь воспользоваться. Лучшее, что могло с вами случиться. Дом. Это время, которое можно провести с пользой, если ты хочешь. Это новая жизнь только для тебя. Это весело, это интересно и это перспективно. Будущее. Привести с собой хорошее настроение и, наверное, делать максимально, что от них требуют преподаватели. Потому что тогда можно многому научиться, много понятий. И даже если сразу не понимаешь, зачем ты здесь и зачем это нужно, то все стоит на свои места. В первую очередь приехать. Во вторую очередь осмотреться. В третью очередь искренне верить в то, что вы здесь для себя найдете что-то полезное. И тогда вы действительно найдете для себя что-то полезное. Я советую будущим участникам МАСА Ариэль, чтобы они запаслись позитивом, терпением. И чтобы, находясь на программе, они получали удовольствие от того, что происходит. Не теряли времени зря. И со временем репатриировались сюда. Если вы захотите изменить свою жизнь, познакомиться с этой страной, узнать ее поближе, познакомиться с ее народом, традициями, обычаями, то вам непременно стоит приехать сюда. И программа МАСА Ариэль в этом вам поможет. Я хочу пожелать на самом деле выбрать правильный путь именно на МАСА, потому что каждый проводит время по-разному, каждый старается по-разному, каждый вкладывает свои силы в разные направления. Я считаю, что можно делать все равномерно, одинаково, где-то лучше, где-то может быть даже чуть хуже, но мне кажется, стоит, как же сказать-то, я даже не знаю. Просто поживите на МАСА и узнаете, что будет дальше. Настройтесь на то, чтобы быть максимально открытыми, поскольку я вспоминаю себя, когда только приехал, все мы приезжаем сюда с какой-то опаской, с каким-то недоверием, и только со временем получается раскрыться. Так вот, я советую не бояться, не стесняться и быть максимально открытыми с самого начала и стараться заводить как можно больше знакомств, потому что, во-первых, это весело, а во-вторых, возможно, эти знакомства в дальнейшем вам помогут. Открыть себя и открыться Израилю. Езжайте. Надо ехать, чтобы это все попробовать, это очень классная тема. Если вы вдруг решили репатриироваться, то тоже надо ехать, потому что это очень хорошая школа. И вообще, если вам нужно прочитать мозги, вам хочется пообщаться с кучей нового народа, и вообще, это очень хороший способ отдохнуть, развеяться, научиться чему-то новому. И, возможно, найти свою новую жизнь здесь.